Добрый день! Вот опять начался учебный год. Я сижу в машине, жду сына младшего из музыкальной школы. Неделю назад, 2 числа, все дети пошли в школу. Мой старший сын сменил лицей, и у него теперь новый коллектив, к которому надо привыкать. Более, может быть, сложные условия по сравнению с прошлым годом, потому что лицей более высокого уровня, требования выше. Ну и вообще уже второй класс лицея, следующий, третий будет выпускной. Младший сын перешел в следующий, седьмой класс в своей школе подставовой. У него немножечко попроще, хотя сложности тоже есть, потому что появился второй иностранный язык, у него испанский второй. Потом новые предметы, которых не было в предыдущем году, в седьмом классе. Так же, как и в белорусских школах появляется физика, химия, ну и, соответственно, тоже все как бы усложняется. Ну, в принципе, шаг за шагом будем учиться. Приехали мы в Польшу с детьми прежде всего, чтобы так успешно учиться, что и стараемся делать. Дочка пойдет с 1 октября уже на второй курс, будет на втором курсе учиться в университете. Ну и вот мальчики, соответственно, в своих учебных заведениях. Муж, как только мы приехали в прошлом году, в конце августа, стал искать работу. И спустя 3 недели ее нашел. И вот на той работе продолжает работать. Вот год прошел, сейчас второй год пойдет. Пока он не отказывается от работы на этой фирме. В основном она его устраивает. Хотя есть свои нюансы. Вообще, надо сказать, что заработки в Люблине несколько ниже. Это Восточная Польша и город, такой небольшой город. Ну, он-то центр воеводства и до 400 тысяч населения. Но таких зарплат, как в Варшаве, в Кракове, в Ротславе, возможно, еще в других городах, здесь нет. В среднем люди получают на руки, нет-то, так называемое, после вычета налогов, наверное, 2-2,5 тысячи злотых. 3 тысячи злотых – это уже очень хорошая зарплата по нынешнему, вот временам, насколько я знаю, именно для Люблина, если чистыми на руки. Ну, вот муж спустя 3 месяца, ой, спустя 3 недели, как мы приехали в прошлом году, он нашел работу в строительстве, он и в Белоруссии тоже работал, вот по такой специальности. Он устроился в эту строительную фирму, и специфика в том, что нужно работать на Торене Польске, то есть ездить по всей территории Польши. Если есть какой-то там заказ, находит фирма в Варшаве, значит, работают в Варшаве. Если в Катавице, значит, Катавице и так далее. Ну и, соответственно, дома муж отсутствует 5 дней в неделю обязательно, ну, суббота, воскресенье дома, а если работа далеко от Люблина, то даже и 2 недели они вот так вот выезжают в Брикады и могут не приезжать в течение двух недель. Ну, пока мужу еще не надоело вот так мотаться. Он, конечно, объездил уже практически всю Польшу, изучил разные города, воеводства, все вот эти интересные места, фотографировал где-то. Ну, работал, конечно, в основном, но заодно и наблюдал. Других вариантов у нас пока нет. И, исходя из того, что муж отсутствует неделю рабочую дома, то, что я не работаю, тоже это нас устраивает. Ну, доход складывается семье из заработка мужа, потом на детей в Польше выплачивают по 500 злотых ежемесячно, на детей несовершеннолетних. Ну, и дочка получает стипендию. Ну, и к тому же у нас еще сын, который учится в лицее, будет получать, нам так обещали, пока еще реально денег не было, будет получать стипендию за отличную учебу. Так как он закончил прошлый год с, наверное, самым высоким, да не, наверное, так оно и есть, самым высоким баллом в лицее, вот в своем предыдущем, то ему назначена стипендия министерская, в общем-то, неплохая, 400 злотых в месяц, это 4000 злотых на учебный год и разбитая на раты. Она будет ежемесячно по 400 злотых идти на карточку в течение 10 месяцев. Ну, я говорю, что пока мы этого не получали и, так сказать, реально еще не ощутили, хотя после первого семестра у него уже было поощрение 150 злотых тоже за отличную учебу. Ну, дочка сдала сессию тоже очень хорошо. У нее высокий балл, который позволяет тоже претендовать на какую-то стипендию ректора или еще какую, но пока мы этим не занимались, это нужно вникать. Пока у нее идет социальная стипендия, которая была у нее весь первый курс, и должна быть, в общем-то, и на втором курсе, потому что семья у нас большая, и доход небольшой получается на каждого члена семьи. Соответственно, у нас еще трое детей, и стипендия социальная в таких случаях выплачивается. Вот. Ну вот, в принципе, этих денег, плюс еще небольшой доход, который идет у меня в Белоруссии, мы его тоже здесь показываем, этого хватает на то, чтобы снимать квартиру трехкомнатную, трехкомнатную, ну и вот жить в нашей семье. Конечно, очень большая сумма уходит на съем квартиры, аренда трехкомнатной квартиры. Это в среднем нам, наверное, так, если посчитать, 2200 злотых, если брать среднее, потому что зимой больше, летом меньше. Вот это уже само по себе крупная сумма. Ну, еще у нас есть машина. Машина тоже требует расходов. Машины пока у нас зарегистрированы в Белоруссии, на белорусских номерах. Соответственно, нужны все страховки белорусские, и покупаем мы зеленую карту. Вот, ну, вот, расходы на машину идут тоже. Начался учебный год, начались свои проблемы школьные. Первое, что это нужно было, приобрести учебники. Надо сказать, что учебники в подставовой школе сыну и в прошлом году, и в этом раздали бесплатно. Я так понимаю, что дети, может быть, это не во всех воеводствах, но в Люблинском это так, обеспечиваются учебниками первые 8 лет обучения. Бесплатно. А вот уже лицей, и в прошлом году, и в этом, по опыту нашему, могу сказать, лицей требует затрат на учебную литературу. Покупали мы в прошлом году, и комплект учебников прошлогодних сдали. Здесь можно сдавать учебники, и, соответственно, принимают магазины. Вот, есть скупки. Тебе что-то, суммы, ну, в зависимости от состояния учебника, его, наверное, востребованности, тебе что-то возвращают, небольшие суммы. Ну, и ты можешь покупать тоже пользованные учебники уже, бывшего потребления, а можно покупать новые. Вот у нас так и было и в прошлом году, и в этом. Мы частично купили бэушные учебники, а тех, что не было, я уже сильно не искала, пошли в магазин и купили новые. Вот и всё. Так что, таким образом, этот вопрос решился. Ну, ещё у нас осталось заплатить за аренду виолончели в музыкальной школе. У нас своей нету, мы берём, вот, платим сразу же на год. Ну, это сумма не такая большая, там, по-моему, 220 что-то в районе злотых на весь год. Ну, это нужно сразу отдать. Правда, расходы на школу государство частично покрывает. Вот, все школьники имеют право по программе 300+, получить помощь. Родители оформляют заявку, в электронном виде это можно сделать, и на счёт указанной должны вернуться по 300 злотых, да, вот, на понесённые, вот эти вот, ну, на расходы по подготовке к школе. Так что мы тоже это на двоих школьников так заявку эту написали, но пока ещё этих денег мы не видели. Должно, наверное, быть вот в течение сентября. так что опять у нас начался наш польский школьный год. Опять мы здесь живём, работаем, учимся. Буду выходить в эфир, буду рассказывать о том, что у нас происходит. Всего хорошего! Спасибо.